МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"300 дагестанцев. Наши земляки с разных континентов собрались на форуме соотечественников в Махачкале. Вода станет чище. Канал Октябрьской революции ждет долгожданная реконструкция, не проводившаяся почти 40 лет. 800 миллионов только на борьбу с мусором. Как распорядиться ими правильно? Глав муниципалитетов обучают новым эффективным методам управления на семинаре под руководством главы Дагестана. Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. И я, Мурад Ахмедов. Мусора станет меньше. Более 800 миллионов рублей направят на развитие новой системы обращения с отходами. Вопросы экологии, демографии и образования стали главными на прошедшем семинаре совещаний с главами муниципальных образований под руководством Владимира Васильева. Над какими задачами предстоит работать руководителям городов и районов, узнавали мои коллеги. Приглашая к обсуждению ряда важнейших для развития республики вопросов, Владимир Васильев напомнил руководителям органов местного самоуправления об их роли в этом процессе. Те задачи, которые нам поставлены, предполагают очень активную нашу работу. Коллеги, мы располагаем огромный процесс. И вот сегодня я рад, что мы в такой системе обучения, когда мы все равны. Говоря о проблемных темах, спикеры совещания акцентировали свое внимание на вопросах дошкольного образования, который входит в нацпроект «Демография». Как показывает практика, проделанная работа на верном пути. Так, к примеру, в 168 школах открыты точки роста, где предполагается дополнительное образование детей. Кроме того, реализуется комплекс мер по обеспечению 100% охвата дошкольного образования. Мы создаем доступность, повышаем и качество образования в республике Дагестан. А это, на самом деле, мы, я скажу вам, у нас, в общем-то, старт достаточно низкий. Поэтому то, что делается вот за последние годы, я считаю, мы, вот просто не постеснявшись, скажу, в этом плане прорывные технологии используем. И в буквальном смысле слова, несмотря на то, что проблем много, идем вперед. Положительная динамика отмечается и в экологической сфере республики. С нового года Дагестан перешел на новую систему обращения с отходами. На их переработку уже в 2020 году будет выделено порядка 800 миллионов рублей. Уже намечен план строительства перерабатывающих заводов в нескольких районах республики. Создаются и новые рабочие места. На сегодняшний день мы запланировали на территории республики Дагестан построить 11 заводов. Мы расписали эту дорожную карту. Мы до конца года все это сделали. Но, несмотря на положительные изменения, все же главной проблемой столицы остается очистка города от мусора. Но виноваты в этом не только коммунальные службы, считают представители мэрии. Многое зависит и от культуры самих горожан. С нашей точки зрения основная проблематика – это менталитет людей. Я иногда высказываюсь в этом плане очень резко. Я говорю, мы не сможем убрать мусор в Махачкале, даже если установим все контейнеры, подшарки, все сделаем. И будут мусороперебратующие заводы, все будет сделано. Но если мы вот здесь в голове не берем мусор, то мусор мы никогда не берем. На встрече обсуждался ряд важных для региона вопросов – это и налоги, сетевая и газовая отрасль, и социальная сфера. Уже после пленарной части участники семинара приступили к работам в группах. Каждая из них отведена на специальное направление по вопросу улучшения городского облика. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан готов к зиме на 80%. В целях недопущения аварии на объектах ЖКХ заменено 18 километров ветхих сетей теплоснабжения, а также водо- и электроснабжения. 365 котельных подготовлено в городах и районах, а также 17 центральных тепловых пунктов. В случае неблагоприятных погодных условий для механизированной уборки улично-дорожной сети от снега подготовлено почти 200 единиц спецтехники. Отметим, что отопительный сезон в регионе начнется с 25 октября. Финансовая поддержка многодетных семей по госпрограмме за счет средств консолидированного бюджета продолжается. Сертификаты на приобретение долгожданных квадратных метров получили 11 дагестанских семей. Более сотни таких документов будет выдано уже в этом году. Тему продолжит Зумруд Гамидова. У каждой семьи, которая была приглашена на торжественную церемонию вручения сертификатов, утро началось со встречи с премьер-министром республики Артемом Сдуновым. Речь идет о помощи многодетным семьям или семьям, в которых есть дети-инвалиды. Постановление, согласно которому из бюджета выделят 300 миллионов рублей в качестве субсидий, было принято правительством республики. Проект предусматривает предоставление ипотечного кредитования сроком до 10 лет, а ежемесячные платежи будут составлять не более 10 тысяч рублей. Это обязательство государства перед социально защищенными слоями, перед теми, кто имеет ограничения. И в данном случае перед нами стояла такая нетривиальная задача, каким же образом наконец сдвинуть этот камень. Потому что существует законодательная обязанность предоставляться. С этого года мы реализуем механизм, который позволит при приобретении жилья для инвалидов первой группы, семей, имеющих детей-инвалидов, приобретать квартиры с первым взносом со стороны государства и последующим взносом не более 10 тысяч в месяц на 10 лет. Теперь эти семьи строят планы на расширение жилплощади. С этим сертификатом они решат самый сложный вопрос – квартирный. Так долгожданное свидетельство о праве на получение жилищной субсидии получила семья Гусиновых из Кизелюрта. Марьям с детьми живет в одном доме с родственниками мужа. Этот документ поможет матери четверых детей приобрести свою квартиру. В Кизелюрте я живу, и в этом доме вся наша дружная большая семья – муж, брат, его сестра – все вместе. Я вот эти все долгие годы, наша семья ждала, что мы когда-нибудь мечтали о том, что у нас будет свой уголок, и вот сегодня эта мечта осуществилась. Конечно, чувства переполняют, радость, волнение. Очень приятно, наконец, что нас обратили внимание, и мы рады. О собственном жилье много лет мечтала и Каспичанка Элина Магомедова. С 2008 года стоим, мы в очереди, жили с родителями, двое детей у меня. И очень хотела, чтобы обратили внимание, как только дали этот запрос, сразу нас услышали, и процесс пошел. Сегодня мы получили, это вообще волнительно так. К программе уже проявили интерес больше дагестанцев, чем ожидалось. На сегодняшний день поступило 300 заявлений. В этом году 250 многодетных семей справят новоселье. Все они переедут уже в свои собственные квартиры. На повышение зарплат бюджетников с 1 октября власти Дагестана выделят 213 миллионов рублей. Как сообщили в Минфине Дагестана, оно коснется казенных, бюджетных и автономных учреждений. Региональных и муниципальных бюджетников также ожидают повышение зарплаты. Вырастет она у нянечек в детских садах, бухгалтеров, юристов, кадровых работников, работающих в бюджетных учреждениях и у других категорий граждан. Противостоять незаконным действиям на Каспии пограничники Азербайджана и России теперь будут вместе. В Махачкалинский порт накануне прибыл военный корабль с экспертами из соседней республики. Это официальный визит. В ходе встречи стороны обсудят план совместных оперативных мероприятий. В первую очередь речь пойдет о борьбе с браконьерством, пресечении фактов нелегальной миграции, контрабанды оружия и других запрещенных товаров. Отработать совместные действия в акватории Каспия военные планируют в ходе тактических учений. В Махачкале прошел форум молодых соотечественников. Его участниками стали дагестанцы, которые проживают в разных уголках нашей страны и даже за рубежом. На открытии присутствовали первые лица республики. О работе форума и впечатлениях участников в сюжете Хамзе Нурмагомедова. Буквально вчера в Нижневартовске Дагестане спас девушку из горящей квартиры. Таких соотечественников, которые проживают за пределом республики, сотни тысяч. И одно из направлений форума, по словам организаторов, сохранить и воспитать в них культуру родного края. Именно им надо развивать отношения с исторической своей родиной, то есть республикой Дагестан. Им нужно узнавать, потому что новые, которые родились, молодые люди, которые за пределом республики Дагестан. Им нужно и важно знать историю Дагестана, культуру Дагестана, язык Дагестана. Мухаммад Авари родом из села Севух. Его родители переехали в Сирию, где он и родился. По причине войны семье пришлось перебраться в Америку. На форум приехал с особым желанием. Я впервые приехал на родину в прошлом году. Мне здесь очень понравилось. У меня оказалось очень много родственников. Я не ожидал, что культура здесь настолько богатая. На церемонии открытия участия приняли глава региона, представители МИД России, духовные лидеры, а также именитые спортсмены. Владимир Васильев отметил заслуги дагестанцев перед Отечеством. Отдельно поблагодарю соотечественников, которые прославляют республику и инвестируют в средства на развитие родного края. Нашими земляками расширяется экономическое сотрудничество. Наши республики, зарубежные страны употребляются культурно-научно-образовательные связи. Я бы сказал так, что наряду с огромным потенциалом, природным, человеческим, мы еще и обладаем профессионалами в наших соотечествах. Мы, наверное, еще и до конца его спросим. И я думаю, что сегодняшняя встреча открывается в этом управлении. Я бы хотел поблагодарить сейчас тех наших соотечественников в Казахстане и не только, которые в Ахтынском и Хивирском районах республики построили садик на 80 мест. Спортивный корпус, медицинский центр в САНО, возвели водопроводки и создали другие социально значения. На форум прибыло более 300 человек из регионов России, а также зарубежья, Турции, Англии и Франции. Всего представители 21 страны. Форум продлится еще два дня. За это время пройдут пленарные заседания и дискуссионные сессии. Помимо образовательного блока, ребят ждет экскурсия в Дербент и увлекательная программа на берегу Каспийского моря. Хамзанур Магомидов, Магомид Магомидов, телеканал ННТ, Махачкала. На реконструкцию канала имени Октябрьской революции направят 330 миллионов рублей. Минмельеводхоз Дагестана объявила тендер на проведение работ по модернизации гидротехнических сооружений. Согласно проекту, предполагается охватить работами свыше 140 километров канала, на протяжении которых будут проведены не только работы по очистке дна и от ила, но также ремонт затворов и подъемников. В Дагестане в очередной раз прошел Международный молодежный форум «Каспий». Проводится он уже в седьмой раз. Участниками стали около 700 человек – представители молодежи Дагестана, регионов России, прикаспийских государств, а также стран ближнего зарубежья. Ребята рассказали нашей съемочной бригаде о своем настроении и увиденном. По теме от Ханапова продолжат. Здесь с самого утра встречают молодых и активных со всей России и не только. Форум «Каспий» в этом году значительно расширил географию. Его участниками стали жители более 50 регионов и граждане 9 зарубежных стран. Приехали даже с острова Мадагаскар. А вот можешь рассказать о том, что ты ожидаешь от форума? Хочу, чтобы у меня было много друзей и чтобы я могу рассказать о моей культуре и узнать о других культурах других стран. Комната очень хорошая, понравилась. Это точно. И еще наши кураты красивые и очень добрые. Уже есть в Дагестане знакомые. Мы на разных форумах пересекались и хотелось их еще раз увидеть. Впечатления, конечно, нереальные, где только не бывало, на каком форуме. Такого я еще не видела. Все понравилось очень сильно. Мы будем жить в номерах, в комнатах, уже не в палатке. Не будет очередей в душе, как обычно мы привыкли. Организаторы форума отмечают. Изменилась не только география, но и программа. Она будет в этом году насыщенной и разноплановой. В течение четырех дней участники будут посещать образовательные площадки по направлениям. Молодые лидеры, молодые медиа и молодые предприниматели. Участников форума также ждут творческие и спортивные мероприятия. Встречи с вип-гостями и этно-тур по Дагестану. В этом году мы решили собрать все в единое, все, что лучше было на всех предыдущих форумах. И скомпоновали новую образовательную программу, новую деловую программу, новую альтернативную программу. И она очень широко будет представлена в плане возможностей для молодежи. Организовано более 20 площадок альтернативных, которые будут развлекать всю молодежь. И каждый желающий, каждый участник этого форума найдет, чем себя занять даже в свободное время. И обещают, скучно не будет. Каспий-2019 стал самым масштабным форумом в истории республики. Более тысячи человек отправились в заявки на участие. Однако в связи с ограниченностью мест конкурсный отбор прошли около 700 делегатов. И все о том же с утра, шепечет канарейка, что улюбил наше село, сладо рейка. Патемат Ханапова, Гаджи Магомедов, новости ННТ, Корбутахкенский район. А накануне самый крупный телевизионный кулинарный проект на Северном Кавказе официально презентовали на площадке форума Каспий-2019. Юные участники шоу «Супер-шеф-дети» телеканала ННТ под руководством известного повара Гоги Базандарашвили готовили вкусные блюда и угощали всех желающих. Но это еще не все. Также участники форума Каспий смогли посоревноваться в кулинарной битве. Здесь, на площадке проекта «Супер-шеф-дети» пройдет кулинарная битва между уже участниками форума 2019. Победитель получит ценные призы от торгового дома Киргу. А самое главное, получит приглашение 9 октября принять участие в масштабном кулинарном фестивале «ГАРД». Напомним, «Супер-шеф-дети» — это новый проект телеканала ННТ. Учредителем кулинарного шоу является торговый дом Киргу. В течение всего сезона 24 юных участника программы будут бороться за право первенства. Первый выпуск телешоу уже пошел в эфире нашего телеканала. Хорошее настроение и море позитива. Накануне в «Доме дружбы» состоялось открытие региональной лиги КВН. На суд зрителей и жюри свои юмористические заготовки представили 10 команд из разных уголков республики. Это представители различных вузов и СУЗов Дагестана. Подробнее о том, чего ждать в новом сезоне КВН, в сюжете Карины Баталовой. АПЛОДИСМЕНТЫ После долгого перерыва клубы веселых и находчивых снова в деле. Причем в рядах дагестанских КВНщиков много новичков. Около половины команд впервые на сцене. Но удачные шутки не заставляют себя долго ждать. Публика встречает юмористические зарисовки, смехом и аплодисментами. Кстати, в зале аншлаг. Пропустить первую игру в сезоне – дело досадное. К сожалению, билетов не хватает. И мы даже подумываем переехать в более просторное помещение, если позволят, конечно, нам наши возможности. Но благо, пока есть такие друзья, как Султан Трамов, директор телеканала ННТ, радио «Ватан», строительная компания «Монолит», «Строи», «Мави», которые поддерживают нас. Тех, кто пройдет следующий этап турнира, выбирают не зрители. Свой вердикт выносят члены жюри. На этот раз в их составе не только известные КВНщики, но и спонсоры мероприятия – строительная компания «Монолит-05». Сегодня мы, группа строительных компаний «Монолит-05», пришли на открытие сезона, поддержать нашу молодежь, поучаствовать в данном мероприятии. Сегодня я в качестве жюри спасибо большое всем организаторам за данное мероприятие. Мы поддерживаем любые начинания нашей молодежи, и КВН не в исключении. Очень приятно, что группа строительных компаний «Монолит-05» в очередной раз поддерживает нашу молодежь и дает ей возможность вот так замечательно проявлять себя на сцене, потому что мы знаем, что огромное количество КВНщиков вчерашних сегодня снимают фильмы на российском уровне или что-то невероятное делают. Ну, действительно, взять тех же махачкалинских бродяг, каждый из участников сегодня проявляет себя в разных сферах, и это действительно поднимает рейтинг нашей республики. Дагестанская лига КВН состоит из пяти игр. Команды, которые прошли этот этап, смогут поучаствовать в одной-восьмой. Вне соревнований проходит команда школьной лиги КВН «Не по-детски». У нас есть небольшой такой презент нашей компании. Это команда «Не по-детски». Двухкомнатная гвардина. В будущем и это. Спасибо всем большое. Ваши аплодисменты, друзья «Не по-детски». От «Монолитстрой» для вас одели кубок уже весь... Впереди еще четыре игры. В конце сезона уже в декабре пройдут финальные соревнования клуба «Веселых и находчивых». По итогам одна команда-победитель поедет на международный фестиваль команд КВН «Киви». Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин